Здравствуйте! Дорогие друзья, вновь в эфире программа «Так написано». Мы можем с вами окунуться в мир исследования Слова Божьего. Наказывает ли Бог человека за непослушание? Вопрос очень серьезный и глубокий, поскольку сегодня очень часто богословы размышляют над тем, является ли наказание актом Божьим, активным Божьим актом, либо наказание – это то, что является последствием человеческого непослушания. Вопрос серьезный и глубокий. Сегодня я приглашаю всех смотрящих эту программу открыть 22 главу книги «Бытие». Именно в этой главе описывается удивительная история, которую, наверное, невозможно читать без слез. Здесь описывается история Авраама, который приносит в жертву, или готов принести в жертву своего сына Исаака. Текст начинается со следующих слов. «И было после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему». Интересно, когда мы с вами размышляем над тем, какие происшествия были до этого, какая история была прожита Авраамом и его женой Сарой до этого момента, мы начинаем понимать, что повеление Божье было очень серьезным. Какие происшествия происходили до этого? Господь обещал дать Аврааму сына, который родился бы у Авраама от Сары. Однако двое этих людей были уже очень старыми. Аврааму было сто лет, когда у него появился Исаак. Саре в то время было девяносто лет, когда она родила своего первого сына. Это был долгожданный ребенок. Авраам ждал его двадцать пять лет. Он странствовал и путешествовал по той древней земле, по Ханаану, в ожидании этого долгожданного младенца, в ожидании этого ребенка, которого обещал Господь и в котором должны были исполниться обетования. Однако в ожидании этого дитя Авраам совершил несколько очень серьезных грехов. За это время, пока Авраам ожидал рождения Исаака, он совершил несколько опрометчивых поступков. Во-первых, Авраам однажды смолодушествовал, и когда пришел в Египет, это описано в 12 главе книги Бытие, он представил Сару не как свою жену, а как свою сестру. Подобный грех он повторил в Гераре. И еще одно. Когда обетование не сбывалось, побуждаемый своей женой Сарой, Авраам взял еще одну жену. Авраам взял в жены Агарь, Авраам взял в жены Агарь, которая была служанкой Сары. Он совершил подобный акт, поскольку не поверил Божьему обетованию. И еще одно серьезное преступление, которое совершил Авраам. Он отправил Агарь, когда ее сын Измаил был уже взрослым. Авраам выгнал ее из дома, поскольку не мог навести мир и порядок в своей семье. Подобное явление произошло из-за того, что Авраам однажды, совершив опрометчивый поступок, и взяв в жены Агарь, он фактически разделил своих потомков на два лагеря. У этого действия были тысячелетние последствия. И сегодня, когда мы с вами смотрим новости по телевизору и видим арабо-израильский конфликт в Палестине, это не что иное, как последствия того самого опрометчивого поступка, который допустил Авраам. Вот именно после этих происшествий, после ряда действий, которые определялись Богом как непослушание и грехи, Господь искушал Авраама, когда он сказал, принеси в жертву своего единородного сына Исаака, принеси его во всесожжение. Читаем 22 главу книги Бытие. Авраам, он сказал, вот я, Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Удивительно, Авраам, как никто другой, знал голос Божий. Именно поэтому он ни на мгновение не сомневался в том, что об этом говорит именно Господь. Какая странная, удивительная просьба принести в жертву сына, принести его во всесожжение. И это должен был сделать он, Авраам, который на протяжении 25 лет ждал этого ребенка. А что он скажет царе, своей жене, которая в 90 лет родила этого младенца, когда обычно женщины уже родить не могут? Что он скажет своей жене? Однако Авраам хорошо знал голос Божий для того, чтобы сомневаться в этом повелении. Еврейская традиция говорит о том, что когда Господь обратился к Аврааму и сказал, Авраам, возьми сына Твоего, Авраам в этот момент сказал, Господи, но у меня два сына. На это Господь сказал, единственного Твоего. И Авраам ответил, Господи, но каждый из них является единственным для своей матери. Измаил является единственным для Агари, а Исаак является единственным для Сары. Тогда Господь говорит, которого ты любишь. Но Авраам отвечает, Господи, но они оба мои сыновья, и я их обоих люблю. И только потом Господь уточняет и говорит, Исаака, ты не ошибся, Авраам, я говорю об Исааке. Когда Господь призывает Авраама принести в жертву Исаака, это говорит о том, что Господь за непослушание Авраама желает расторгнуть этот завет с Авраамом, который он заключил некогда при исходе Авраама из Ура Халдейского. Господь говорит, Авраам, после этих происшествий, когда ты был неверен, я разрываю с тобой завет. И этот голос звучал набатом в сознании Авраама. Он понимал, что за его преступление и за его непослушание теперь он должен принести в жертву своего сына. И вот, не говоря ничего своей жене Саре, он снаряжает экспедицию, он берет Исаака, берет своих двух слуг, и они направляются на гору Мария. Однако, побуждаемый верой Авраам слышит слова, которые Господь говорит ему, что именно Бог покажет эту гору Аврааму. Именно Бог будет пребывать с Авраамом в этом нелегком пути. На протяжении трех дней Авраам вместе с Исааком и с юношами идет по направлению к горе Мария. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. На протяжении долгих трех дней, которые казались вечностью, Авраам шел вместе со своим сыном, на которого возложил эти дрова для всесожжения, и он думал о том, как это будет происходить. Как он, убеленный сединой старец, может поднять руку с ножом на своего сына? Как он сможет принести его в жертву? А ведь книга Левит четко и ясно говорит о том, каким образом совершался ритуал всесожжения. Мало было убить жертву, необходимо было снять с нее кожу, необходимо было разделить эту жертву, необходимо было расчленить ее и, положив на огонь, дожидаться до тех пор, пока все это не превратится в уголь, пока все это не превратится в залу. Вот то, что должен был сделать Авраам. Как он будет делать подобное со своим сыном? Каким образом Бог вообще мог допустить подобное? Авраам не зря называется отцом всех верующих, потому что никогда и никто больше из верующих людей не подвергался подобному испытанию. Авраам именно поэтому называется отцом всех верующих, потому что его вера является показательной. Несмотря на то, что дьявол его сильно искушал и говорил о том, может ли Бог дать такое повеление, принести в жертву сына, Авраам очень хорошо знал голос Божий для того, чтобы сомневаться в этом повелении. И вот, снарядив эту небольшую экспедицию, он идет на гору Мария, о которой Господь сказал ему. «И сказал Авраам отроком своим, останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. В данном случае Исаак является образом Иисуса Христа, который берет на себя крест и идет на Голгофу. Свой собственный крест он несет для того, чтобы быть распятым на нем. То же самое и с Исааком, на которого возложены эти дрова для всесожжения. И вот они поднимаются на эту гору, оба молчат и не знают, что сказать друг другу. И, наконец, Исаак начинает говорить Аврааму и обращается к нему с такими словами. «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, отец мой». Он отвечал, «Вот я, сын мой». Он сказал, «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Буквально ножом по сердцу прозвучали эти слова. Авраам, по-видимому, думал, «Ой, Исаак, почему ты мне задаешь такие вопросы? Ведь я не могу ответить тебе на этот вопрос. Я не знаю, что сказать тебе, я не знаю, что сказать о том повелении, которое дал Бог». Ведь даже своей жене Саре, которая была так дорога и так горячо любима Авраамам, он ничего не сказал. Он не обмолвился ни словом и не сказал о том, куда он идет и какую миссию поручил ему Бог. И поэтому Авраам, найдя силы не в себе, но в Боге, с верой ответил. Авраам сказал, «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе, и пришли на место, о котором сказал ему Бог. «И устроил там жертвенник Авраам, и разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров». Удивительно, как этот юноша Исаак, которому было достаточно лет для того, чтобы вырваться и убежать, тем не менее, он дает отцу возможность исполнить волю Божию. Исаак дает себя связать и добровольно восходит на этот жертвенник для того, чтобы Авраам мог исполнить повеление Божие. «И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего, но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал, «Авраам, Авраам!» Он сказал, «Вот я». Подобно благой, удивительной и доброй вести звучали эти слова ангела. Ничто не говорило Аврааму на протяжении этих трех дней о том, что Господь оставит в живых Исаака. Не было никакого знамения, которое позволило бы Аврааму увидеть, что Бог отменит свое повеление. И только в тот момент, когда Авраам готов был уже исполнить это повеление Божье, именно в этот самый момент, когда он готов был протянуть руку, взять меч и убить Исаака, в этот момент он услышал слова ангела. «Ангел сказал, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». «Возвел Авраам очи свои и увидел позади Овен, запутавшиеся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял Авна и принес его во всесожжение вместо сына своего». Удивительные слова, которые написаны в книге Бытие. Авраам принес Авна вместо сына своего Исаака. Начиная с этого момента, до сегодняшнего дня, каждый верующий человек в народе Авраама, каждый верующий человек, будь то еврей или христианин, понимает и знает, что Иисус Христос умер вместо меня. «Каждый человек, который являлся потомком Авраама, знал, что он живет именно благодаря тому, что вместо Исаака умер этот Овен». Этим Авном, этим Агнцем для всесожжения, для греха всего мира являлся Иисус Христос. Иоанн Креститель, который крестил Христа, сказал, «Вот Агнец, который берет на себя грех мира, он умер вместо меня и вместо вас». И эта история, описанная в книге Бытие, показывает, как Авраам понял и как он увидел этот день Иисуса Христа. Сам Христос сказал в общении с фарисеями, «Авраам, Отец наш, видел день мой и возрадовался». В этом проявилась любовь Божья, и Авраам понял, что Бог отдаст своего сына в жертву за грех всего мира. Да благословит вас Господь, чтобы и вы могли бы все свои грехи и всю свою вину сложить у ног этого доброго Агнца, который взял на себя грехи всего мира. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова